Перед тем, как начать, хочу что сказать. Сначала я немного расскажу о том, что вы Великий пост, потому что не все до конца это понимают. И, скажем, есть заблуждение. И поэтому я хотела бы немножечко развить некоторые заблуждения для того, чтобы вы понимали, что Великий пост существует не для того, чтобы сидеть на диете, либо как-то менять именно свое тело. Но те, кто находится на снижении массы тела, то во время поста, в принципе, проблем быть не может. Итак, сейчас я запущу презентацию. Как сбалансирована презентация во время поста? Великий пост составляет около 40 дней, то есть не около, а точно. Он является образом 40-дневного поста Иисус Хреста в пустыне. Следующие 8 дней, Лазарева суббота, верное воскресенье и шесть дней, страстные седмицы посвящены воспоминанию страстей и спасителей событий, которые им предшествовали. Это для тех, кто недостаточно понимает вообще, что такое пост. А далее. По церковному уставу запрещают употребление в пищу продукты животного происхождения мяса, молока, яйца, рыбы. Также есть ограничения по растительному маслу, но мы это обсудим позже. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется растительное масло. Ну, верующие, я думаю, это знают. Рыба разрешается всего два раза на благовещение просвятой и веровное воскресенье. В лазарево субботу разрешается икра, но это мы говорим о рыбе. В остальные субботы и воскресенье поста, а также страстной четверг и 40 севастинских мучеников и святителей Григория Двоеслова разрешается растительное масло. Первый день поста, чистый понедельник и предпоследний страстной пятницу рекомендуется проводить без пищи. Это для тех, кто этого не знал. Что же можно употреблять во время Великого поста? Крупы, овощи консервированные, горошки, кукурузы, макаронные изделия, не имеющие в составе яичного порошка и молока, фасоль и бобы, ну, любые бобовые. Хлеб и хлебобулочные изделия, не имеющие в составе яиц, яичного порошка и молока, пусть даже сухого, так называемый постный хлеб. Совые продукты, абсолютно все совые продукты разрешены во время поста. Овощи, зелень, различные соления, маринады, грибы, чай и кофе, естественно, без молока. Растительное масло, орехи и семечки в определенные дни. Компоты, кисели из фруктов также разрешены. Варенье, джемы, фрукты и сухофрукты. Мед, халва, мармелад, ну, естественно, халва только в те дни, когда разрешено употребление растительных масел, орехов и семечек. Ну и также можно все соусы на основе овощей и фруктов употреблять во время поста. И опять же, без продуктов животного происхождения и растительных масел. Сейчас про скоровную сначала пищу, скажем. Естественно, мясо животных и птиц, рыбу во все дни, кроме определенных. Яйца, блюда с ними, молоко, кисломолочные продукты, творог, сыр, сливочное масло. Все соусы, в которых есть растительные жиры, животные жиры и любые продукты животного происхождения. Вообще, сегодняшний вебинар полезен не только людям, которые сейчас будут поститься во время Великого поста. Те, кто постится по средам-пятницам и остальные посты. Потому что все остальные посты не такие, конечно, строгие, как этот. Но, в принципе, в основном во время всех постов запрещено есть пищу животного происхождения. Это осознанное вегетарианство определенное количество времени. Также те, кто не может употреблять животные продукты, вам также это будет полезно. Я не хочу глубоко проникаться именно самой идеей Великого поста, потому что верующий человек отлично знает, что все-таки прежде всего пост – это духовный момент, а не усмирение плоти. Потому что это часть духовной практики. Пытаться сесть на диету, ограничить себя в определенных продуктах, приурочив это к Великому посту, в принципе, немножечко опрометчиво. Есть определенные вещи, которые нельзя делать во время поста. Если у вас имеются болезни, связанные с желудком или обменами веществ, ни в коем случае нельзя поститься. Также не рекомендуется, даже, можно сказать, запрещено поститься беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью. Если вы этого не знали, вы можете обратиться к батюшке и узнать у него. Детям тоже нельзя поститься. Именно с точки зрения физиологии и здоровья нежелательно поститься детям до 18 лет, потому что в это время происходит формирование организма. И, к счастью, либо к сожалению, животный белок необходим как строительный материал в этом возрасте. В то же время иногда родители заставляют детей в этот период поститься, что, в принципе, является грехом. Вы также можете это узнать у батюшки. Чтобы вы понимали, почему я так об этом говорю, моя семья принадлежит к определенным верованиям, то есть к староверам. И это у нас очень старый род. И, в принципе, сама я не пощусь, но правила знаю. Если вы хотите в этом году впервые начать поститься, то к вам относятся более мягкие правила. И вам также нужно пообщаться с батюшкой, узнать, как это все делается и какие возможности есть для того, чтобы вам это все мягче проходило. Почему? Потому что очень часто люди хотят начать именно с Великого Поста. Но это не очень правильно, потому что это самое, так скажем, самое большое испытание для тела и духа. И многие люди срываются именно эмоционально. А пост – это такое время, когда у нас именно мы духовно пытаемся очиститься. Далее. Если у вас какие-то заболевания серьезные, то соблюдать Великий Пост вообще не следует. Потому что многие люди, страдающие лишним весом, не считают, что у них есть заболевание. Но ожирение является заболеванием. И мы говорим сейчас о настоящем ожирении. Ожирение – это повышенное отложение жира в организме, приводящее к избыточному весу. И различают ожирение как самостоятельное страдание, элементарное ожирение, и как симптом других заболеваний. Здесь приняты ВОЗ нормы. Они основаны на индексе массы тела. И индекс массы тела высчитывается для людей среднего телосложения. Ведущий обычный образ жизни – не спортсмен. Здесь я написала формулу для того, чтобы вы могли попробовать посчитать. И вот таблица. Норм. Все, что от 16 до 18,5 – недостаток массы тела, это тоже является заболеванием. И в таких случаях не рекомендуется поститься. Во время поста люди, у которых есть дефицит массы тела, могут начать болеть и так далее и тому подобное. Поэтому, если у вас по вот этой формуле наблюдается недостаток, то вам тоже не следует поститься. Начиная от коэффициента 25 и заканчивая коэффициентом 35, в принципе, еще можно попробовать поститься. Все остальное является запретом. И если вы будете поститься, то вы будете нарушать законы именно церкви, а не обычного жизненного пространства. Поэтому подумайте, прежде чем это сделать. Я разговаривала не с одним батюшкой и обсуждала именно проблему ожирения и поста, не только великого, но и мелких постов. Среда-пятница является нормальным моментом, а великий пост и все посты, которые длятся больше недели, для людей, больных ожирением, противопоказаны. Почему? Потому что во время определенных пищевых ограничений люди могут начать переедать даже нескоромную пищу. Так как количество углеводов в нескоромной пище довольно высокое, то человек, склонный к ожирению, либо уже болеющий ожирением, может начинать переедать именно этой пищи и, соответственно, увеличивать энергопотребление. И могут появиться последствия добавления лишнего веса. Поэтому даже в церковных практиках они считают, что если человек полный очень, то, в принципе, ему может не пойти на пользу. В данной ситуации важно именно духовное очищение, то есть службы, причащения, молитвы и так далее. Да, на самом деле, соглашусь с Татьяной, именно пост – это духовная, прежде всего, практика. И если вы не соблюдаете 10 заповедей, которые сейчас нарушаются повсеместно, особенно заповедь, касающаяся прелюбодеяния, потому что очень многие живут по грехе, попытка поститься с точки зрения того, чтобы гарантированно попасть в рай, это немножечко неправильно, потому что многие люди думают, что таким образом они как-то что-то изменят. Угу, это не так. Только жизнь может нас делать греховными, либо нет. Но это уже теология. А мы сегодня поговорим все-таки о питании. Что же можно использовать в качестве замены животного белка? Что нам можно... Соевые продукты, соевое молоко, тофу, соевое мясо приветствуются. Почему такое различие между бобовыми, как таковыми, как продуктами питания, и соей? Дело в том, что когда у нас соевые продукты обработаны уже специальным образом, то оттуда убирается тормозящие для усвоения белка компоненты. И все соевые продукты в основном делаются уже из соевого концентрата. То есть сначала соя перемалывается, освобождается от определенных вещей. И молоко – это вода со жмыхом сои. Тофу – это уже мякоть, которая освобождена от определенных компонентов, которые тормозят усвоение белка. И, соответственно, количество белка там увеличивается. И соевое мясо также сделано из того же концентрата. Соевая спаржа. Кто встречал в магазинах соевую спаржу, это тоже сделанный из соевого концентрата продукт. Но количество белка там в два раза больше, чем в той же сои. И плюс уровень усвоения намного выше. И это позволит человеку обойтись без продуктов животного происхождения и при этом не почувствовать недостаток белка в своем организме. Особенно это касается людей, которые ведут активный образ жизни. Также, сейчас не надо кидаться в меня тапками, соевый протеин в данной ситуации может вам помочь. Многие постящиеся, уже поняв эту ситуацию, покупают соевый протеин и просто используют его как добавку к пище для того, чтобы восполнить недостаток белка в своем организме. Также для постящихся и для людей, ведущих вегетарианский образ жизни, очень сильно помогает такая добавка спортивная, как быца. Это триаминокислоты. Людям, которые едят мясо, особо не помогает. То есть людям, которые употребляют белки животного происхождения, быца как добавка к пище не нужна. Я вам, как человек, который разбирается именно в ценовых диапазонах, ну, лично я считаю, что соевый протеин будет дешевле, чем быца. И, скажем, быца это как добавка, она не будет ощущаться как питательные вещества. То есть мы не будем это воспринимать как пищу, а как таблеточки, либо напитки с разбавленным БЦА. То есть если именно касается насыщения, соевый протеин в данной ситуации намного лучше. Объясню теперь, почему углеводные продукты не очень подходят в качестве замены животного белка. Например, бобовый. Я взяла фасоль и горох, но в принципе кукуруза, нут и так далее содержат именно такое количество белка. И мифы про то, что в фасоли 40 грамм белка, ну, это мифы. И, к сожалению, из-за того, что существует лимитирующая аминокислота, но если вы захотите, вы можете почитать в интернете, есть такое выражение «аминокислотный скор». И если вам будет интересно, вы можете более глубоко об этом почитать. Получается, когда мы съедаем, например, 100 грамм фасоли, у нас усваивается всего 60% максимум. То есть заменить кусок мяса этим довольно сложно, потому что многие из вас, я думаю, знают, что содержание углеводов также велико. Попытка восполнить недостаток белка с помощью фасоли приведет к максимальному увеличению количества углеводов в вашем рационе. Мы сейчас говорим о людях, которые хотят немного еще изменить свою массу тела. Находятся в процессе построения своего тела, изменения своего рациона. Те, у кого тело в норме, могут попробовать, но и практика показывает, что очень многие во время поста поправляются с крупы, содержат еще меньше белка растительного происхождения и усваиваются тоже где-то на 70-80%. Чтобы получить нормы потребления белка, надо есть очень много крупы. Сейчас я вам немножечко расскажу о тех самых нормах, которые нам нужны. То есть минимальная норма потребления животного белка это 0,8 грамма на килограмм веса. Максимальные нормы 1,5 грамма на килограмм веса. Человек, весящий 60 килограмм в среднем, должен где-то 60 грамм белка в сутки съедать. Из крупы это вам надо будет порядка 600 грамм сухого продукта съедать. Это почти 2 килограмма каши в день. Почему в этом случае будет перепоступление углеводов в наш рацион? Потому что, кроме всего прочего, вы кушаете еще не только кашу, а при снижении массы тела у нас есть определенные нормы. То есть это 2,5 грамма на килограмм веса, либо 50-55 процентов от дневного рациона. Если у нас в крупе содержится где-то около 60 грамм углеводов, то уже 6,6 – 360 получается. Я думаю, вы понимаете, что это не очень нам поможет в данной ситуации. То есть получается, если мы попробуем восполнить животные белки растительными белками, то если мы пойдем по схеме, привычной для нас, то употребляя много бобовых, мы не восполним, так скажем, белки, но довольно много получим углеводов. Есть еще такой момент. При большом потреблении углеводов и во время поста, когда у нас максимально ограничены животные жиры и растительные жиры, мы начинаем максимально потреблять фрукты и сухофрукты. И в совокупности вместе с этим, то, что большое количество круп мы потребляем и макаронных изделий, увеличенное потребление фруктов ведет к тому, что мы очень сильно увеличиваем углеводную составляющую нашего рациона, поступление огромного количества углеводов в наш организм. И единственным выходом в данной ситуации для обычного человека становится увеличение физической активности. Но невозможно потратить, грубо говоря, больше 500 калорий в час. То есть если вы ходите, если вы бегаете, вы потратите 700. То есть если вы много двигаетесь и поститесь, то у вас начнутся проблемы на где-то второй-третьей неделе с тем, что вы начнете быстро уставать, потому что восполнение именно аминокислотного, так скажем, запаса у нас ограничено. Соевый протеин очень помогает людям, которые занимаются фитнесом. Тех, кто занимается 2-3 раза в неделю, соевый протеин будет под спорем. Также будет под спорем БЦА. Получается вот в принципе все просто. Единственный момент, те, кто постятся, сухофрукты и семечки все-таки не использовать, потому что бесконтрольно очень просто их употреблять. Это прям бич всех постящихся. Очень много работало с людьми, которые постились. И основные проблемы возникали тогда, когда наступал пост. И на первой-второй неделе, особенно на вторую, начиналось бесконтрольное употребление сухофруктов. И даже не потому, что хочется есть, а потому что ощущение ограничений и так далее может вызвать эмоциональный протест. Обычно в пост начинаешь забивать голод хлебом. Я вам так скажу. Я не помню, где я это читала, то есть научные моменты. Были проведены проверки по поводу честности производителей в связи с тем, что они начинают продавать так называемый постный хлеб. Увы, они врут, потому что они также используют яйца. Получается, чтобы забивать пост, ну, во время поста питания своим хлебом, вы должны как минимум уметь печь самостоятельно. Либо делать лепешки из муки и воды. Ну, кто знает, это можно сделать. Также некоторые делают лепешки из муки и воды и газировки для того, чтобы они хоть немножко подымались. Но, по-моему, это, ну, можно сказать, лишняя трата времени. Потому что есть крупы. Сейчас, к счастью, есть соевые продукты. И есть овощи. Опять же, вместо соусов можно использовать, ну, вместо растительного масла можно использовать соусы наподобие бализамического и обычного уксуса. Для людей, у которых с ЖКТ все в порядке. По факту, есть же и мягкие моменты в постах. Рыбу можно во время поста употреблять людям, которые болеют. Потому что задавали, когда вопрос нашему главному, так скажем, человеку, который, ну, я сейчас не помню уже, как его зовут, он конкретно сказал, что если вы заболели во время поста, то вам надо болеть, а не поститься. Надо кушать рыбу, растительное масло. И в этом случае это не будет являться грехом, потому что вы лечитесь. Хоть тело бренно, но это сосуд души. Поэтому если у вас тело больно, душа не может в нем быть здоровой. Я с ним согласна. Вот, поэтому, в принципе, самый выгодный вариант, если вы поститесь, это купить себе соевый протеин. И я сразу скажу, я не рекламирую никакие фирмы. Я не являюсь представителем никаких фирм. Просто это жизненный опыт. Вот, будете ли вы там где-то что-то покупать, или не будете покупать, это ваше личное абсолютно дело. Если вы духовные практики применяете и не ограничиваете себя в пище в связи с тем, что надо худеть, если у вас, например, вторая-третья степень ожирения, то вам, в принципе, просто нельзя поститься. Потому что больным поститься нельзя. А ожирение – это болезнь. Если у вас 5-7 килограмм лишнего веса, и вы считаете, что постом вы похудеете сейчас, к сожалению, это такая мода, то нет, вы, грубо говоря, ну, как моя мама говорит, не гневите Бога. То есть, либо на диете сидите, либо поститесь. Но тогда ходите в церковь, не пролюбодействуйте, будьте не в гражданском, а в официальном браке. И, как говорится, любите людей и будьте толерантнее к людям. Потому что злоба, ненависть – это тоже грех. И прежде чем начать духовно очищаться, надо начать духовно очищаться, уже потом приходить к физическому телу. И если у вас есть заболевание ЖКТ, заболевание мочеполовой сферы, сосудистой системы, либо есть заболевание, связанное с оживлением, то вам в принт нельзя подниматься. То есть, вот все, что я могу вам сказать. И спаста диету делать не надо. Это не очень хорошо. Я сейчас немного о школе расскажу, потому что меня все время просят о школе рассказывать. Обучение в школе проходит в течение трех месяцев. 50% обучения – это работа с психологией, а 50% – это работа с питанием. И дополнительно – это работа с физической активностью. В физической активности выполняется вами пожелание. Кому-то я рекомендую, кому-то я не рекомендую. Если человек занимается, могу посоветовать, как увеличить, либо уменьшить активность и не перетренироваться. По питанию сначала мы работаем над изменением пищевого поведения, возвращением нормы, чувствовать голод, насыщение и так далее. Затем мы учимся понимать, из чего состоят продукты, почему те или иные продукты нам лучше кушать или хуже кушать. И набор их тот, что вы видите в магазинах, то, что вы сами покушаете. Зайцев заливных я не заставляю есть. Разнообразные изыски кулинарии и кухни также. Вы учитесь понимать, что такое питание и что вы можете сделать со своим питанием и с питанием своих близких для того, чтобы быть здоровыми людьми. Потому что наше питание – это часть нашего здоровья. Если мы питаемся несбалансированно, то мы можем начать болеть. И так называемые ПП и безуглеводка – это не выход из ситуации, потому что на них мы не можем находиться всю жизнь. В течение трех месяцев идет полный контроль. Есть общий чат, также отчеты в школе. Личное общение со мной происходит через отчеты. Общее общение всех происходит через общий чат. Вебинары проходят раз в неделю. Вы можете на них присутствовать, можете смотреть в записи. Всем всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok